Я сегодня вообще... У меня много тем, как всегда. Я про все люблю рассказывать. И кто был вообще на лекциях, предыдущие какие-то слушал? Ну, для меня понятно. Про разные... Мне просто нужно вспомнить, потому что возможно вы что-то слышали, что-то не слышали. Хотя в инстаграме темы были определенные, но мало ли есть какие-то вопросы, которые вы хотели бы разобрать по практике, по питанию сделать. И мы разговаривали про разные виды йоги, про четыре вида йоги. Вы слышали? Да, но они... А лекцию вы слышали? Угу. Это 8 ступенек. Нет, это 8 ступенек, а четыре еще до этого есть. 8 ступенек йоги это понятно. А, окей. А четыре вида йоги. Это база. Ну, как бы да, это база. Сейчас я во всякой слушаю, чтобы все это было более богатым центром. Я ничего не упустил. Так и так могу сказать, но... Что бы это все делать было более глубоким. Значит, все то, что мы делаем... Вот физм. Это в 8 ступенек. Это аштанга йога. Слышали про аштангу йоги? Аштанга. Аштанга гиньяса слышали, например? Аштанга гиньяса флоу. Нет, ну хорошо. Нет? Это очень популярный вид. В Америке это вот номер один. Аштанга гиньяса флоу. Аштанга просто. Хат гиньяса и что такое. Это последовательный цепочек, который вот они делают. Могут сами принимать, могут брать из официальной аштанги. Это физическая практика. А есть аштанга еще это 8 ступенек. Так вот, йога всего четыре. Не тысячи там, а четыре виды йоги. Первая йога это карма йога. Это путь, который подразумевает прожитие своего пути, осознание своего пути. Об этом говорил или нет? И прожитие своего пути. То есть, человек анализирует свою жизнь. Вот я съел, например, что-то. У меня болит боль желудочная на утро. Ты анализируешь и делаешь определенные выводы. Пытаешься, если это потенциально какой-то хороший результат несет, пытаешься это изменить или повторить. Или изменить, если тебе не нравится это и ты понимаешь, что он нанес вред другим людям, чтобы понесло какие-то ущербы. Ну вот ты анализируешь, хотя все вот эти хитросплетения никогда не угадаешь, но все равно ты можешь видеть, что, к примеру, я посадил дерево, и оно пользу приносит потенциально. Хотя можно сказать, что ты посадил дерево, а потом кто-то в него врезался и сказать, ну какого человека ты посадил здесь дерево. Но эта вероятность очень маленькая, но она есть. Это от путь кармы йоги, то есть прожитие своей жизни и осознание пути, что, во-первых, пути неисповедимы, а во-вторых, что за всяким действием будет какое-то дальше, после действия. И карма, в нем, в этом слове, нет ничего хорошего, нет ничего плохого. Это просто причинно-следственная связь. Как кто-то говорил, вот даже кажется здесь, что посидишь, ты пожнешь. Это и есть карма. Это поговорка, она везде есть, или вели, или еще где-то. Она несет одну и ту же суть. И выражение очень хорошее по поводу кармы относится, что настоящее – это результат прошлого и причина будущего. Результат прошлого и причина будущего. То есть мы каждый момент, расхлебывая прошлую карму, мы создаем уже настоящее. И вот этот круг, он зацикляет постоянно, просто постоянно. Есть ключи, которые могут остановить делание новой кармы, но это потом, чуть попозже. Это очень тяжелый путь и практически нереально в современном опыте. мне не подходит, им очень тяжело. Как знаете, вот левитация. Раньше когда-то люди левитировали, возможно, но сейчас этих возможностей у людей нет. Но как бы потенциал есть. И вот точно так же, вот это вот отсечь в себе и уметь делать ничего, делать ничего, не ничего не делать, а делать ничего – это и есть прекращение кармы. Есть три учителя и учителя Харти Махараджа. Он сформулировал такие три пути, очень четкие. Можно делать что-то, ничего не делать и делать ничего. Делать ничего – это значит, что, например. Это значит освещать свои плоды и Всевышние. То есть, когда ты посвящаешь высшей цели. Это в ГИТЕ написано, это не мои опыты. Это опыт заключения. Тоже вот скажу, что, в общем-то, все то, что я говорю, или я передаю, то, что мне передали, или то, что я прочитал. Есть определенные мысли, но все, что я говорю, я не буду говорить, что вы должны поверить. Можете соглашаться, можете не соглашаться. Можете, если вы хотите спорить, то я со всем соглашусь. Вот. Чтобы спорить я не буду. Но пообсуждать всегда можно, почему нет. И ничего не делать – это когда мы прекращаем цепочку действий, после которых идет какое-то еще дальше действие. И когда ты становишься наблюдателем, понимаешь, для чего ты это делаешь, такая цепочка начинает активизироваться. Это вот карма йогы. В общем-то, это первый шаг всякий, кто проходит, когда он начинает разгребать свою жизнь. На работе зарывается, там еще где-то. Здоровье там рушится, семья рушится. Он думает, ну, что вообще происходит с моей жизнью, и что я делаю. Он садится, начинает анализировать, думать, вот эти вот ниточки тянуть. Но никогда не угадаешь, что, но ты уже можешь все равно выйти на какую-то дорожку, скажем так, потенциально более светлую, и попытался поменять что-то. Но опять же, что в Ведах сказано в описании, что все, даже то, что мы выбираем, это не наш выбор. То есть я тоже выбираю заранее. Мы просто идем по дорожке, которая тынк-тынк-тынк-тынк, вот так вот идет, переливается туда-сюда, меняется. А мы просто думаем, ой, я сделал выбор. Я сделал выбор. А на самом деле выбор уже есть, но мы полны уверенности, что это я силой воли сделаю. Вот. Есть вопросы по карману? Анастасия, это скучно, да? Почему я скучу? Ага. Понял. Второй путь это джиньян-йога. Это путь познания джиньян. Есть джиньяна-мудра еще. Вот такая очень популярная мудра, джиньяна-мудра. Мудра знания. Когда мы путем прослушивания лекций, изучения вед, чтения, слушания учителей и гуру, мы собираем информацию, анализируем ее и используем ее в кармой йоги, то есть на пути жизни, да? Узнали что-то, прочитали, попытались это внедрить. И, в общем-то, вы когда, чем больше вы изучаете что-то, ну, желательно какое-то одно направление. Вот это вот рассеивание, оно ничего не дает, только кашу, говорю, дает. А потом, если что, поговорим об этом. То оно потом свои клады дает. Чем больше вы читаете, тем больше вы вникаете, тем больше вы проникаетесь этим, тем больше это, как хорошее выражение, вплетается в ткань дня. То есть вроде бы я, ну там, раньше не занимался практиками, а сейчас начал заниматься. Попало там в сообщество кому-то другим это интересно. Вы там скооперировались, пошли там в поход. Ну, к примеру, там, питание. Там раз, кому-то рассказали, кто-то заинтересовался. И ты, хоп, смотришь. И через год ты вообще другим занимаешься, ты с другими людьми общаешься. И у тебя вообще, ну, как бы, настрой совсем другой. Там не пойти и, ну, там, бухнуть. Ну, в прямом смысле слова. Пойти с подругами, погуляться, побегать, поплавать, там, еще что-то. Да, полепить с глины, там, и все. В баню. В баню пошли. Я нашла просто в бане. Идите в баню. О, да. В пушку. Да, какие-то волки получат. Я знаю. Я за тобой. Да, поэтому вот джиньяна йога – это путь познания, который несет в себе вот, ну, веды. В общем-то, через веды это все промизывается. Все курсы по, все курсы по самопознанию, изучению, там, личностный рост. Это взято все из старых источников. По-разному предоставлены, по-разному преподнесены. Даже слово успех, успех, ну, в йоге было первое. Ну, просто йогическим трактатом тысячи лет. А успешный успех, вот сейчас бизнес-тичер начинает учить. Стань успешным, заработай миллион. Или, там, делай ничего. Ну, это кайфуй по жизни. Это успех считается. Или тачка крутая. Или дом, там, перед, там, на островах. Вот это считается успехом. А раньше успех, это была ясность ума. В йоге успех. Вот в трактате там написано успех. В практике достигается. Ну, это, там, ясность ума. Тело, ну, значит, светится, ну, как бы сильное, здоровое. Поставленная, четкая речь, умеренное питание и так далее. Вот чистая кожа. И вот это. Это считается успехом. А сейчас успехом. Чем больше ты загреб, тем круче, чем ты успешнее. То есть, подмена понятия такая превратилась. И люди думают, что, о, там, курсы по успешному успеху. Хотя успех раньше было совсем другое понятие. Вот. А что означает ясность ума? Что под этим, под этим раз... Подразумевается. Ясность ума, это когда, может быть, в практике ловили такой сцене после, когда там тишина. И даже, ну, вот, бывает, знаете, как одна мысль подскочит, она уверенится, как пошла карусель. И забыли, что изначально было, зачем подумать, да. И вот это не ясность ума. А ясность ума, когда ты можешь контролировать. Сейчас я сфокусирую на этом. И ты сидишь и фокусируешься, и действительно погружаешься в это. И можешь использовать его как инструмент. Это раз. Второе, ясность ума, когда ты понимаешь, зачем и что. То есть, когда люди, может быть, даже как-то узнаете, да, на практику не приходят. Ну, я иногда узнаю, что случилось, что, все нормально, нормально. И опять на день рождения пригласили. Вот. Я говорю, окей. А день рождения? Чё, попал, да и нет. Я не помню просто. Я реально. Нет. Ну, это часто. Или там, на вечеринь какая-то. Да, просто не успела доехать. А что дни рождения обычно? Это еда, алкоголь, ну, и тусовки. И потенциально оно что несет? Отходняк на утро. Ну, это реально. Когда все праздники сопряжены с поеданием большого количества пищи. Разные. Чем больше, тем хуже нам. Тем больше разнообразия, тем хуже. И чем большее количество, тем хуже. Чем больше людей, тем хуже. Чем больше еще разношерост, тем хуже. Вот. И мы на утро такие, бах, мы пропустили в этом. И на следующий или через день пропустили опять. Потому что отходняк. И волна поменялась, вот эта, да. И говорит, ну ладно, уже со следующий день начну. Ну как бы уже сейчас отдохну. И ты потенциально понимаешь ясность ума. Немножко в губь ушел. И ты потенциально понимаешь, а нахрен мне это надо? Ну как бы, друзья, ну надо же с друзьями пойти. Ну друзья же. А то обидится. Вот. А ты думаешь, а зачем мне это надо? Я с ними выпил там, поел, на утро мне плохо. В течении недели они обо мне не вспоминают. И, ну там, привет, пока. То есть, что мне дает это? А здесь, что мне дает это? И вот это и есть ясность ума. И даже камнем. То есть, когда ты начинаешь рассуждать и думаешь, а что? То есть, когда твой ум очищается, не просто, а позволь, кто я тебя принесло туда? А туда, раз ты побежал туда. Не швыряй вот так, как в писаниях написано. Утхвая суденушка из крайней моря туда-сюда. А ты знаешь, что, не, ребят, ну как бы мы с тобой увидимся, поговорим, там кофе попьем. Ну, сейчас у меня есть практика, и она два раза в неделю, там три раза в неделю. Можешь сами занимайтесь. Сейчас я ее сделаю. А потом уже все остальное. Или я приду попозже. Я задержусь. Я не пойду на начало, я приду чуть попозже. И пошел. И то, и то успел. Приоритеты, да? Да, вот это и есть ясность ума. Ну вот. Могу я сказать? Да. Я, ясность ума, я год назад стала йогой заниматься, и меня зацепило не то, что, именно зацепило не то, что физически, как я занималась, а вот это состояние. Я помню, как я ехала с йоги, и я не слушала музыку в машине, и я не могла себе объяснить. И потом я знакомому рассказываю, ты знаешь, я стала заниматься йогой, я и до сих пор не могу это состояние объяснить. Такое состояние мне дает, если я иду в Харьк, я буду плавать на лодке, вот тогда у меня выключается. Но, как только я уезжаю из леса, оказываюсь в городе, да, вот я сижу опять за рулем, везу сына в школу, какая-то работа, это чувство пропадает. И мне снова надо ехать в лес, на озеро. А йога, вот чуть больше года я занимаюсь, и я уволю о том, что она меня успокаивает в голове, и я не знаю, как это объяснить до сих пор. И это ощущение не покидает. И сейчас уже я хватаюсь за это ощущение. То есть мне действительно не надо сейчас куда-то ехать, я также езжу, но я нашла тот ресурс, который меня не покидает. Ещё не знаю, как это работает, вообще не знаю, но оно работает вот так, для меня. Ну да. Оно всегда само, оно успокаивает меня. Ну и ещё, говорят, заземляет, ну, так будет солнце. Да, потому что на разные вещи, на которые раньше я реагировал, более импульсивно, как-то резко, мог занервничать, а сейчас такое... А потому что внутренняя стабильность... И это пройдёт, да, то прошло, и это пройдёт. То есть ощущается, действительно, вот перестройка происходит какая-то. А вот вы говорите, что человек, да, определённые ситуации анализирует для того, чтобы выйти, допустим, найти решение в этой ситуации. А когда мы считаем, что человек поступил интуитивно, да, там, или эмоционально, просто подался эмоциям, всё равно происходит анализ внутри или нет? Или действительно есть такой момент, что человек просто подаётся эмоциям, без анализ? Нет, ну, если поддаётся эмоциям, то обычные эмоции, это не анализ. Вот осознанность, это обычно, когда ты... Стоп! И такой, так, если я сейчас разозлюсь или накричу, я потом пожалею. Ну, как бы, я буду извиняться или там, ну, там, сейчас ударю, да, сейчас, ну, мужики, там, хоп, там... Он говорит, я сейчас ударю, вызовут хопов, меня посадят, семья будет, это... Не, я не хочу. Хоп! Такой. И разбирается. Ну, вот, тихо-того. Это анализ. А если ты сначала пошёл расход, а потом, это, такое, поанализировал... Ну, это тоже анализ, но действие это уже произошло. И начинается обычно вот с последнего. Ну, да, да, да. Разгрёбывание. Потому что не умеем контролировать, не умеем вот зацепить за хвост вот эту ситуацию. То есть это... Ну, как бы, вы всё правильно говорите, просто это разные вещи. Анализ, это когда мы анализируем. Обычно, когда мы начинаем анализировать, это уже процесс успокоения. Когда... Это, знаете, как вот гоночная машина сейчас проедет. Если она едет быстро, как наше ощущение, вот какая-то движуха ночевась. И если она проедет быстро, она не успеет на свой поворот, она не проанализирует. Она, о-о-о, а уже проехала. А когда мы замедляемся, у нужного варианта, мы такие, оп, нам сюда, чик-чик-чик-чик. И выехал. Сейчас, а ответил или я? Ну да, в принципе. Потому что я думаю, а вдруг всё-таки перед эмоциями там где-то всё равно есть какой-то вот анализатор? Нет, значит, его нет. Он есть, нет, он есть. Просто он не активирован. Он активируется со временем. Вот как раз практика, да? Да, сейчас, да. Он как раз и будет, если он будет активироваться, он есть. Просто иногда мы его не замечаем. Мы пролетаем его как полицейский, который скрыт. Мы проехали, а потом, вот он, был анализатор. Вот. А потом, чем больше вы набираете вот этого вот практики плотности, то тем больше вы... А, окей. Спокойненько. Вот. То есть, сначала за хвост пловите, потом медленнее, а потом вообще вас это не цепляет. То есть, вы даже не заводитесь. Окей. И все, и пошли дальше. Угу. Если с чисто физической точки зрения смотреть, у нас просто ум так устроен, что у нас есть два типа мышления. Первое, это как клеветка, когда ее вот так делают, она делает вот так. И мы вот так живем 95% времени. То есть, нам вот так сказали что-то, мы привыки вот так реагировать, и мы так все время реагируем. А вторая система – это медленная. Для этого нужно остановиться, и тогда она задействуется. И вот йога, видимо, ее включает. Мы начинаем чаще думать медленно и в системе. А именно на автомате. Ну, так, да. Получается, что меньше начинаешь реагировать на вещи эмоционально, а все-таки больше… С автомата просто уходишь чуть-чуть. Да. Да. Такое подконтрольность. Но она не всем нравится как-то. Ну, это вообще вся поверхность. То есть, вы начали заниматься, да, то сколько. Но когда лучше уходишь, ты там… Ну, не всем нравится вот это вот ощущать, да, что кому-то нравится жить. В потолке. И так далее. Но разница животных и людей как раз в этом, что они могут анализировать, что они могут осознание. Животные, там, олень, он не осознание. У него есть инстинкты, он просто по программе живет. И все. У человека есть способность осознаться. Именно так происходит вот это вот начало формы йогерты. Блин, зачем я просыпаюсь опять? Опять там… Ну, там, на пицце или на ест-то, поработать и усну. Вот. Или что-то еще есть за этим. Кто-то говорит, да нет, наверное… Я люблю иногда спрашивать, а как вы думаете, что мы живем? Он говорит, ну, вот как бы мы живем, ну, чтобы детей нарожать. Это не хорошо и не плохо. Просто человек так думает, а я думаю по-другому. Я понял, что в них дети к счастью. Ну, что, где ребенок погибает или уходит. Что, счастье уходит? Нет. Что за этим что-то есть. Или там, работа встала. Что, счастье уходит или там, деньги нет? Есть люди с миллионами, но несчастливых. Окей. И вот ты копаешь, копаешь, копаешь такой, значит не в этом. Вот. И вот человек может анализировать, а животное – нет. И вот наша задача, ну, как бы в писаниях написано. Я, как человек, пытающийся практиковать йогу, я опираюсь написанием, что задача прийти, ну, как бы к абсолютному счастью. К одному. Оно одно. Нет другого счастья. Оно одно. Счастье. Абсолютное. Вот. Вот. Все? Есть. Ладно. Карма йога, джиньяна йога. Аштанга йога. И вот, как я говорил, есть аштанга йога – это физический путь, как, ну, возможно, если вы сейчас узнали, и, возможно, будете видеть это в рекламе или на йога этих плакатах. А есть аштанга йога, как путь восьмеричный, восьмиступенчатый. Вот как раз о чем мы в прошлой лекции говорили. И физ – это аштанга йога, восьмеричный путь. Восьмеричный – это вот это ахимса, вот это все. Яма, нияма, астана, пранаяма, харана, дхьяна, самадхи. Вот. И он подразумевает полную проработку человека физически, морально. Первые, если разбивать, да, то там восемь ступеней, четыре первые. Я не взял информацию, ничего, ну, просто первые четыре блока – это яма, нияма, это моральные принципы и правила. А вот мы обычно вспоминаем в самой последней очереди. Потом идут асаны и пранаяма. Асаны. Вы, например, знакомы? Хотя, может быть, кто-то знает, что значит асана. Упражнения. Ага. Непросто. Движение тела. Ага. Ну, а еще? Работа тела. Асаны. Вот, окей, на лету. В чем разница между асанами и упражнениями? Попробуйте. Сосновать. Угу. Попробуйте. Мы идем в школе, оценили. Давайте попробуем, вот, пообсуждать. Асанабе, когда ты ведаешь в асане, ты все время держишь внимание на какой-то мышце, и что ты все время делаешь, не так, что ты встал и стоишь, все время, что ты делаешь. У вас они-то сначала выстраиваешь, а потом ты выполняешь определенное какое-то уже упражнение. А когда потом занимаешься упражнением, делаешь-то и делаешь. Ты не задумываешься о настройке и о правильном выстраивании перед тем, как выполнить его чаще всего, да? Ну вот все. Все вместе. Все вместе, как бы. Когда мы стоим, самый простой пример – это упор лежа. Вот сразу понятно, понимает, асана или упражнение. Если вы встали и пошло, ну как бы дрожать можете, ничего, но если у вас сбивается дыхание и такое, блин, сколько там еще – это упражнение. А когда вы встали, ну и определенное количество времени вы стоите, вот 8 там дыхания, нормально. Или встали. Дрожите. Дрожите, мышцы дрожат, а вы спокойны. Дыхание ровно, как сейчас у вас дыхание ровное, если вы встали в позицию, дыхание не меняется – это асана пошло. Если вы стоите и как бы выжить, там, блин, мышцы уже вроде зашли, да правильно, а пошло там прогибы, все вот это, локты там – это уже упражнение пошло. Вот, асана – это вот подконтрольное такое, спокойное, когда ваше видо дыхания и сердцебиение особо не меняется. То есть как вы сидите, точно так же и встал в стул, и простоявилось дыхание. Это асана. Пока такого нет – это упражнение, считается. Вот, это асана. А пранаяма? Что такое пранаяма? Дыхание. 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 Ну, окей. Пранаяма – это управление жизненной силой. Прана. Прана – это жизненные силы, жизненные потоки, энергии. Ну, как… Много там названий. И асаны – это тоже пранаяма. Недыхание. Недыхательное упражнение. Я тоже вязал. Я тоже пранаяму. Вот, подышался. Сопли выдувался. Пранаяма. Вот. И когда мы делаем позиции, почему я еще говорю немножко в сторону. Вот это вот последовательность, вот эти коды, это как коды, единицы и нолики. Мы раз подняли ногу, жидкость, ввух, перелилась в одну, включилась. Раз встали, широкий угол, ввух, жидкостью в другую прошли. И мы играем, раз, и вот этой праной жизненной силой, и мы такие, ввух, ввух, накатили, лежал, пошел, ввух, накатил. Потом раз пошли, ввух, сюда накатил. И вот эта вот прана играет вас, как вот этот вот ручеек, ввух, ввух, мурашки могут делать, тепло, холод накатывает, еще что-то. И это и есть вот эта жизненная сила, которая играет. Дыхание точно так же работает с жизненной силой, то есть оно может усиливать, помогать, прочищать это. Асаны точно такая же пранаяма. Дыхание тоже пранаяма. Это работа жизненной энергии с праной. Вот, поэтому это точно такая же пранаяма, просто, ну, для простоты говорят асаны пранаяма. Вот, чтобы было понятно. Ну, теперь получится. Ну, потому что прана – это жизненная сила. Бац, накатиль – жизненная сила. Это не просто позиция, где мы спину упрямляем. С одной стороны, да, это бенефит. То, что у вас упрямляется спина – это просто хороший эффект. Он может выйти, может и не выйти иногда. Но обычно отстроенная практика. Отстроенная практика нормально все это решает. Ну, здесь вы видите, что она… и у кого-то еще что-то, но есть, скажем так, высшая цель вообще априори. То есть дойти до внутреннего мы начинаем с… С внешнего. С наружи. С наружи. По-разному. Да. Кто-то приходит спину починить. А потом спрашивает. Расскажите мне еще. Видите, на лекцию кто-то остается. А кто-то кому-то не надо. И вот… А кто-то начинает, наоборот, говорит, мне йога интересно, как система познания себя в таких единицах. Это как воспитание. Кто-то берет и мясо перестает есть. И вот с этой стороны начинает идти. А кто-то начинает медитировать и не может есть мясо. Да. А само – хоп-хоп, ушло. Но в основном люди через физику приходят. Если раньше люди начинали… Вот учителям я рассказывал, что… Раньше люди начинали с ям и не ям. Приходил ученик к учителю, и он ему рассказывал. Поральный принцип выбрал. Он его с детства воспитывал. Отдавали от человека учителю. Он говорит, не бери чужого, не переедай, не изучай, познавай и так далее. А потом уже и под асаны накладывались на это и тело. За счет того, что мы морально были чисты, в голове были чисты, у нас тело в другое качество не умело. Да, йога там раз не было зажатости и скрывал, что узнает, что ты что-нибудь чистым или еще что-то. Или западутый в чем-то. А ранее люди были морально в другом уровне. Вот. А сейчас мы начинаем, подходим там со стороны спины и фигуры. А потом, а что там еще есть? Ой, а что это какой-то эффект интересный? А можно вот спрошу, а что это значит? И вот начинаем вот это вот играть. Ну и то, до сути такое, очень мало людей. Там прям вообще низерный процент. В основном все остаются тут. Ну вот на базе такого чисто физически. Вот. Яма не яма. Моральные принципы и правила поведения для себя и во внешнем мире. Асана и пранаяма это работа с телом, с праной и энергией. И дальше четверт мы четыре. А остальные четыре блока это такая невидимая работа. Это, я сейчас сначала перечислю. Ну это типа, если так по-колхозному сказать, Пратиохара Харана Дхьяна Самадхи это типа начало медитации. Пратиохара Харана это начало медитации, а все остальное это уже вход в глубокую медитацию. Вот Дхьяна предпоследней ступени это уже глубокая медитация. Не только там мы сильно медитируем. Это воображение и фантазия. А вот до вот этих ступеней, 100 человек один может быть будет там медитировать две минутки, а потом фокус потеряется. Но это очень хорошо продается. Потому что тяжело как бы понять. Если здесь легко понять, мы пришли на физическую йогу. Ну на физическую, да, я говорю, вот я там рекламирую, спину вылечу. Про месяц про занимаюсь, ни хрена не вылечу. Ну пока, я пошел дальше. Вот, легко понять, да, ну есть там стройней, стабильной стройней. А здесь можно сказать, ну вы пока там не готовы, ваши каналы не готовы. Ваши ощущения опишите, не опишите, непонятно, да. То есть занимаешься, занимаешься, легко подать, очень масштабируется легко. И тем более ничего делать не надо, пухтеть, пукать не надо. И ты сидишь как бы себе и типа практикуешь 10 лет. А на самом деле ничего не происходит. И самое главное, вот эти четыре первые, они обходят. Они посидели, помедитировали, а потом траву пошли курить и кололаться. Ну и вроде как бы к йоге поверили. Как-то вот бачком как-то занимаются. Вот, но, а вот на морали и то, что я там общался с, как говорил даже, с йогой тренером. Вечер на стриптиз мужиков утром йогу пользуются, как она делает. Я говорю, ну что, ну как бы. А он говорит, раньше воины тоже типа были. А эти мужики тоже тренируются, занимаются. Я говорю, причем и сеты вообще. Они занимаются для чего? Чтобы зад показать. А те занимаются, чтобы защищать людей и справедливость поддерживать. Я говорю, вы как бы не путайте, боже, да, с яичницей, да? Он говорит, ну они тоже кшатри. Я говорю, какие кшатри? Я говорю, он с голой жопой на мотоцикле сидит. Я говорю, какой кшатри? Ну король. Ну ладно. И то есть вот этот вот, как раз вот этот вот пласт, который нужно очень сильно пропускать через себя, он обычно пропускается, потому что он тяжелый. И он несет за собой, если вы, у меня мелко написано, но поймете, вот четыре вот это первые ступени, если вы их проработаете, это на всю жизнь работа, то остальные четыре, вот эти медитативные части, у нас само собой придет. Но стараться даже не надо будет. У вас это состояние будет и так. Когда сердце и голова будут часто, а там корысти, насилие, желание завладеть и желание отдавать, плюс телом будете заниматься, питанием уследить, ссору, равномерное отношение. Вот это все само пойдет, нам даже не нужно будет сидеть. Потому что мы же делаем для состояния, мы же медитируем для состояния, а состояние и так будет хорошее уже. Потому что все уравновешено. И оно будет само собой приходить. Без каких-то там глубоких погружений и аффирмаций или чего-либо еще. Это вот восьмеричный путь, такой длинный, непростой. Физм – восьмеричный путь. Айгар-йога – восьмеричный путь. Аштанга – другая физическая, восьмеричный путь. Что у нас там, господи? Хатха. А, вот это и есть хатха. Вот, да, хорошего, хорошо добавлено. Смотрите, вот первые вот эти четыре пункта – яма, ньяма, асна, пранаяма – это хатха. Все, что мы делаем физически, вот дышим, сидим, там то, что видно, заметно, моральные принципы, право, это хатха-йога. А остальные, вот то, что вот медитация, глубокое отрезание от себя, от чувственных ощущений – это раджа. Вот эта медитация – это раджа-йога. Вот две, два виды йоги таких. Хатха и раджа. А кундалини куда? Это хатха, это хатха. Ну что же физически? Если вы делаете хатху правильно, хатху – хатха, айгар – хатха, кундалини само пойдет. А кундалини йога же есть? Да, они специально поднимают. А да, только все остальное у них что-то не работает. Они только, ну вот сколько людей занимается, тысячи, ни у кого ни хрена не поднимают. Ну там единицы. Но если вы делаете здесь правильно, вот это, оно поднимется само. Нет цели вот здесь поднять кундалини, но если их херачить, как этот, как спартанец, все поднимется само. Просто цель зачем? Ну поднимется само, ну и отлично. И что? Поднимется, и что дальше? Вот. То есть надо понять зачем. С одной стороны круто. Я там… Есть такая легенда, хорошая. Не легенда, а история. В тему о просветлении, о кундалини и каких-то вот сифрах, возможностях. Что идет путник в поисках просветления в горы, там Гималайи, как всегда, и мудреца встречает какое-то это. И видит по его лицу, и вообще, что это вот тот человек, который может его чему-то научить. Вот он говорит, я понял, все, это мой учитель. Ну на колени говорит, учитель, научи меня, пожалуйста, что мне будет, когда я получу просветление. И вот он с мешком идет, там, в вещей, он сбрасывает этот мешок и такой расправляет плечи, ах, такой вздыхает, ну и со светом лицом, он говорит, спасибо, я понял. Скажите, а что будет потом? Он опять в этот мешок, и опять побрел, говорит, я понял. Вот, то есть просветленный ты. Не просветленный, а вангрию делать надо, налоги платить надо, то есть все равно ты погрузишься в круговерти. То есть, Паш, для чего? Чтобы потом писать, что я учитель, который поднял кундалини, или там, я просветленный мастер. Кто говорит такое, сразу можете, ну, как-то не ходить. А? Кто говорит, тот и не ходит. Ну, обычно, да, люди такие флаги не машут никогда, и это не главное. Для чего нужно это? Если оно придет, поднимется, хорошо, не поднимется, тоже хорошо. Опять, для чего? А для чего? У каждого цель в соответствии со своим уровнем сознания. Кто-то дети, кто-то успех в бизнесе, кто-то еще что-то. Но, как показывает тысячи лет, и, скажем так, вот, Писание, это такая коллекция собраний всех мудрецов. Вот, тысячи лет, да? И вот современные коучи, они вот этим подачей, что успешный успех, это отдых, там, на Карибах ты сидишь и чилаешь, они перечеркивают все работы мудрецов. Просто говорят, это фигня, ребята, главное кайфовать, главное это кайф. А мудрецы тысячелетние, вот они собирали все из разных точек мира, и все одно почему-то говорят, главное это дисциплина и служение. А здесь говорят, нет, кайфуйте, и все нормально будет, начали. Вот, и вот, ну, как бы, получается, что сейчас все умные, а вот люди веками собирали, посвящали свою жизнь дисциплине это, и они не общались между собой, но все говорили об одном о том, что прийти к счастью, к истинному, нужна дисциплина, нужно служение и отсечение от всего этого кайфа. Вот, а не погружение в него, ну, для женщин тут немножко, ну, вот, вот, вот физм, это хатха-йога, это восьмиступенчатая аштанга йога, которая хатха, которая по сути сали дает, если вы правильно регулярно занимаетесь, которая дает и раджу, йогу и все остальное. Запутались, да, слишком немного названий? Ну, да. Смотрите, карма, вот четыре виды йога, черточка, раз, два, три, и четвертая, я еще о ней не сказал. И вот карма, первая, ража, вторая, третья аштанга, и в ней восемь ступеней, четыре, четыре, физм, в ней первые четыре, это хатха, вторая, это раджа, как бы система в системе. И четвертая, это хатха-йога, это последняя, это высшая йога, считается, йога высшего служения. Это прям, ну, это очень, это высшая йога, считается, и к ней прийти очень тяжело. Не то, что прийти тяжело там сказать, вот там стойку с лотосом сделать тяжело. Это, ну, как бы это путь, когда ты придет, а осознать тяжело, что ты носишь, ну, тлет, шкуру, носишь, да, чехол. Костюм. Костюм, да, и он не твой, это раз, тебе дали, во-вторых, он войдет в праг, и потом из него же выйдет, ты ешь самого себя. Мы говорили, да, об этом, что вот мы погибаем, мы уходим в землю, растение от этого питается, все в воду выходит, коровы там что-то пьет, растение питается, там опять их едим, и вот этот вот круговорот идет. Мы сами себя едим, фактически свои тела, питаемся за счет этого. Ну да, ну как бы, и в этом есть правда, в этом есть правда. Сколько людей погибало, и сколько там уже лесов выросло, или там плантации, там скопушки, там еще с чем-то, ну, я не знаю, с чем-то пшеницей. Они же питали соки, они же питали сок. Понятно, что там пальцы вверх, я не могу говорить. Вот, 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 все, это есть дело, надо это пережить, надо это было. Да, да, да. Но в этом есть смысл. Да, это нормально, это нормально. Это цикл. Да, это цикл, и все это, и вот это составлено из таких же элементов, земля, огонь, вода, воздух, эфир. Все то же самое, абсолютно. И в писании скажут, что все одушевлено, все. А почему тут все уже перепутались вот это? Дышим одним и тем же. А? Да. Дышим одним, вот. Да. Мы тоже все перепутаны уже. Конечно. Просто, да, нам кажется, что мы тело, это вот, если хотя бы мы на секунду поймем, что мы, как в компьютерной игре, мы сидим внутри, играем, а герой там работает, машину воет. Ну, слушай, я говорю, да, ходишь там, бегаешь, что-то там стреляешь. Ну, ну, что, не стреляет? Вот, надеюсь. Вышли, стволы все подставали. Вот. И, а мы внутри управляем этим героем. Просто нам кажется очень искренне, что это мы. Но как только мы осознаемся, произойдет вот такое превращение. Ну, это вот учителем, это уже говоришь. Вот только ты принимаешь, что ты носишь чехол, у тебя все вопросы отметаются. И ты понимаешь, что ты живешь. Не для того, чтобы холить или лелеять вот это. Не надо чрезмерно там форму. Аккуратно, спокойно, все. А зачем? Здоровый. Здоровый. Да, то есть здоровье, ну опять, здоровье для чего? То есть, это хорошо. Это хорошо. Но если его нет, а? Для чего? Как ты без здоровья что-то еще сделаешь? Это да. Но когда люди вот здесь вот, им вообще пофигу. Когда они здесь, болеют, не болеют. Ну, сейчас все равно никак. Я в любом состоянии буду делать это. Я буду отдавать, я буду пытаться делать ничего. Ну, как будто бы здоровым тогда больше сделаешь. Это да. Это да. Поэтому люди, которые в основном приходят к этому, они могут и все. Они, люди в основном проходят все эти ступени. А без здоровья ты пойдешь? Это да. Но когда вот здесь, когда ты соприкоснулся с чем-то высоким, вообще все равно, ты... Мне, наверное, уже не болеют. Там другое, да. Там уже уровень сознания такой, что ты понимаешь, что ты пыль и у дороги, и тебя уже там где-то не волнует. Поел, ну нормально. Ты ешь уже просто для поддержания, вот как писание написано, ешь для поддержания бренной плоти. А сколько тебе надо? Вот столько. От этого ты не заболеешь. Наоборот, здоровее. От голода еще никто не еду. Ну, как бы погибали где-то. Но от того, что недоедал, ну как бы плохого не бывает. Наоборот. Нам бы сейчас чуть поменьше и что-то лишнее отсечь убрать. Поэтому и там люди едят просто вот. Харди Махараш, который как галакиту синюю перевел на русский, учитель, но его учитель. Он 10 лет, он марафонит, кстати. Я сегодня слушал его в эфир. Он, оказывается, марафон обедал. Вот. Он говорит, я 10 лет питался, когда я питался медом и молоком только. И все. Медом и молоком. И бегал в марафон. И нормально. Говорит, мне ничего больше не нужно было. И на марафоне я даже воду не пил. Я говорю, я не пил воду. Перегретая. Желательно, чтобы она на огне не была приготовлена. Вот. Или минимально хотя бы, чтобы она живое в себе сохранила. А вот. И все. И тело нормально стоит. А почему из огня? Умирают питательные вещества. Живому телу, жива и едем. Да. Да. А сейчас, может, да, поговорим об этом. Смотрите. Это 4 вида йоги. Это 4 вида йоги. Если кому-то вдруг не надо, это нормально. Вы сейчас не занятите. Если надо идти, идите. Потому что, если кто-то еще хочет, правда, тушевое время идет, но если есть желание что-то пообщаться, еще можем пообщаться. Мы не часто собираемся. Один раз, ничего не случится. Вопрос есть? Пойдите им. Один раз. А? Не будем идти. Я дополню. Ну, вот и супер. Мы вот через... Ну, вот смотрите, да. Все хорошо. Чтобы это не было. Вот. Потому что вообще я... Вот эту лекцию делаешь, понятно, что здесь тяжело. Такие темы идут. Вот. Ладно, там, позаниматься. Это одно. И то... Некоторые люди, они в прямом смысле слова годами наблюдали. Прежде чем пришли сюда в класс. Реально, есть люди, которые... Я же смотрю, кто смотрит сторисы. Из-за профессиональных следил. И некоторые люди с самого начала наблюдали. Там что-то лайки или смотрят сторисы. И только через год, полтора, два, они говорят, вы знаете, там не спина падает. Я говорю, ну, смотри. Вот. Да, так и есть. То есть люди, ну, где-то не доверяют там. Где-то новое. И не понимая для чего. Многие думают, что йога это сектантство. Ну, потому что есть люди, которые действительно портят, ну, там, не портят, но авторитет это тогда насваивают. Насваивают авторитет. Есть такие люди. Я не помню их название точно на санскрите. Определенная... Ну, как бы, секта. В нормальном понимании секта. Они не на то, что там кого-то сжигают или что-то еще. А секта люди, как бы, определенных взглядов, которые поддерживают друг друга. И они ходят голышом, там, едят, там, ну, едят, там, пищу. Могут пропорции управлять, да, там, не очень качественно. В горизине могут быть не ухаживать за собой, там, волосы, скутки. Ну, короче, вот такой вот, как бродяги. Такие бродяги. И это пошло из век. И вот в колью, время сейчас, в которое мы живем, век, в железный век, где вот мораль падает. Наш мозг не понимает, что в Писании написано. Нам кажется, что там, это написано вот прямо вот, как надо соблюдать. И они начинают пародировать. Ну, раз они так ходили, значит, мы тоже так будем ходить. Но там эти люди, в Писании, вот прям вчера, там, это пошло от одного святого. Он пришел к этому состоянию с годами, когда он понял, что ему одежда не нужна. Что он там в своих экскрементах валялся просто. Но он был настолько чистый, что было написано, что его, ну, как это, продукты жизнедеятель, они не пахли даже. Потому что он был чистый. Он чистый был внутри и снаружи, что ему было все равно. Его кидали камнями, там, мочились на него, били. А ему было все равно вообще. Он понимал, что, ну, он как бы другого вообще состояния сознания был. И люди сейчас думают, я буду такой же. И начинают это пародировать. И из вот этого начинают, как бы, появляться какие-то вот такие мнения, что, ну, как бы, ребята, йоги какие-то дурные. А нужно не пародировать, а суть извлекать. То есть пойти, а как он пришел к этому? А на что он изучал? Что он делал? И так далее. То есть проследить путь, а не результат. А он такой, я тоже сейчас далеко пойду. И он говорит, что я йога. Вот. И люди думают, ну, чего того. Если йога, значит, там, сношаются друг с другом или в говне спят. Вот. Ну, как бы, такие бродяги, там, с дреддами, там, курят траву. Да ну прям. Ну, есть такое представление. Бывает, что у людей есть такое представление, и говорят, а вы там сектанты или что-то такое. Разве нет такого, что йог владеет телом? Ну, кто кого? Это у вас. Ну, никто, как йог, телом своим владеть не может. Вот это реально. В смысле? Никакой спорт. Ну, там, да. Гимнастика может быть. Ну, гимнастика это тоже йога. Там тоже внутренние мышцы, потому что, да? Ну, да. Только йог может там на одной руке встать, куда ты все свое тело держать. Это же вообще капец. Ну, да. Просто йог, он еще направлен на какое-то более высокое. Если это йог, он это все делает, у него это просто получилось. Но он это делает не для того, чтобы встать на одну руку. А он просто у него, ну, вот, вышло. Тело владеет. Да, тело владеет. И это потенциально. Потому что он владеет, видимо. То есть, это должно параллельно. Если это действительно йог, если он стоит, у него здесь пропорционально. Ну, и внутри сердце пропорционально. Ну, это не сложно одной руке стоять, если у тебя там не пропорционально. Ну, есть ребята, гимнасты, которые могут стоять. Гимнасты. Да, могут стоять. Но это не значит, что они йоги. У них цели другие. Они сейчас показывают. Они тоже владеют. Заработали и пошли в клуб. Тело, да, офигенно. Вот. И ж те ребята, которые, ну, типа, накачались, тоже там стоят, а потом, хоп, пошли там. Не, которые накачались, они не могут тело владеть. Нет. И не всегда, если он не может простоять, значит, он внутри не носит себе йоги или вот это вот хапти йоги, да. Он не обязательно, если там кто-то, какой-то мастер йог, он делает там крутые позиции, а другой не делает, но у него внутри есть зерно, вот это вот хапти йоги, зерно служения, значит, что все, он вылетает. Заработает к этим позициям? Может быть, а может и нет. Но он делает, но практика его сохраняется. Конечно. Практика сохраняется. А может и не придет. Почему? Может он никогда ногу за голову не закинет. Почему? Может у него карма такая. Может у него нет. Карма глубоко. Может у него нет. Карма глубоко. Не всегда. Не всегда. Не всегда. Реально карма. Ему нужно проработаться. Мне кажется, если человек год занимается йогой, он все везде закинет. Нет. Разные тела. Кому-то уйдет полгода, кому-то пять лет. И еще важно с каким тренером ты занимаешься? Тренер. Прошлое. Предыдущее. Что вы делаете вне? Вот эти моральные принципы и правила. Моральные. Как вы едите? Как вы спите? Как разговариваете? Где работаете? Куда направляете фокус по жизни? Так и будет раскрываться ваша практика. То есть как практика здесь поможет раскрыться жизненным пути. Так и жизненный путь, если настроиться, он поможет и телу распаковаться. Вот. То есть сразу начинаете изучать эту тему. Изучите дома яму-не-яму. Очень классная штука. Она не противоречит религиозным взглядам. Ахимса это куда? Ахимса это первая яма. Не насилие. Ну, видимо, с коллегами произошло другое. Ну, возможно, неаккуратно. Может быть, бывает что-то. Да, это было же насилие. Я же купила новый курс. Ну, да, да, да. Ну, да. Опыт нужно было прожить. Опыт нужно было прожить, да. Такое бывает. Поэтому не всегда. Есть люди, которые, ну, не встанут они. Уже тело настолько, как бы, принял форму. Или ему нужно настолько погрузиться, вот он уже шпарит в одну неделю и тогда он встанет. Да? Может быть, станет. А йоги все каждый день делают практику, а вообще нет? Ну, видишь, это йог ты делаешь практику каждый день. Тело прям просит. Йога – это не всегда физическая практика. Это не всегда это физическая практика. А когда это йога, ну, в высоком понимании вот в этом понимании – это не всегда физическая практика. Вы можете пропустить физическую практику, ну вот бывает, но ваша другая, вот йогская практика, вот это вот яма-неяма и служение практике, она может быть высочайшим, ну как бы там метод градации, да? Я не видела каких-то, чтобы они были прям вот просветленные в практике йога и вот в тело у них ничего попало. Ничего попало, но они на пути. То есть он делает, но это не значит, он может быть не простоит, сколько упора, сколько вы простоите, но его моральные принципы и правила будут совсем на другом уровне, скажем так. Я не буду говорить хуже, лучше просто на другом уровне. Некоторые вещи мы не можем понять не потому, что мы плохие, а потому что мы, ну вы помните про Кубик-Рубик рассказывал? У нас Кубик-Рубик другой, но другой он пока. И мы пока не можем пойти в ту же форму, в какую вот у него вошло. Это не значит, что он круче, а тот не круче. Просто у него он уже другой формы, он прошел чуть-чуть эти этапы. Но вот эти этапы ему нужно еще пройти. И в физической практике не всегда показатель, ну короче оно вот взаимосвязанное, тут такой нельзя такую точку поставить. Но, в общем-то, если это йог с большой буквы, у него должно быть сблансировано все это плюс-минус. Я вот могу сказать, что в Харте Махарадж, я, наверное, сто раз уже упоминал. Ну, если будет интересно, напишите мне лекции в Харте Махараджа, человек, который Гиту перевел, учитель моего-учителя. Я считаю, что это святой человек. Он сколько ему лет? Какая разница. А ну, под статусы. Чук-чук-чук. Как он выглядит? Да это не важно. А он жив? Да, он жив. Это вообще не важно, выглядит он, к чем он одет. И он, может быть, непритягательной внешности. Вот это, чем больше, вот сейчас мы будем его под какие-то рамки, как он выглядит, сколько ему лет, тем больше мы пытаемся его в свои мировоззренческие какие-то взгляды. Если он не будет соответствовать... Не, не учитель. Вот. Это почувствуем. Послушайте, что он говорит. Послушайте, как он говорит, вот без каких-то привязанностей, еще что-либо. Человек, который трактаты переводит, человек, который практику, ну, очень долго делает. Ну, тут нужно, тут нельзя с того, а, учитель. А он гибкий. Понятно. Ну, я сейчас пока не буду высылать. Знаю, пока еще не надо. Покажу. То есть, здесь нужно вот это отринуть, вот эти. Попробуйте увидеть за шкуру, за чехлом вот этим, что-то внутри, услышать, что он говорит. Он может быть непритягательной внешности, так же, как есть тип йогов. Как же они называются, я не помню. А кого зовут? Пхарпти Махарадш. Пхарпти Махарадш. Инстаграм. Ну, или телеграм. Пхарпти Махарадш. Покажите, я скажу вам его. Там, Пхарпти, просто много, это целая цепочка преемственности. Пхарпти Махарадш. Я пытаюсь неумело передать Игоря Ковалева и Пхарпти Махарадш. Слушать лекции, аудио, куча. Прям лет 10 он уже записывает лекции, Пхарпти Махарадш. Хоть в ютубе, он. Хоть ютуб, хоть телеграм, в машину сели, я в машине слушаю. Ну, если человек, который вроде вот гибкий, не гибкий, не важно, когда муста раскрывает, ты понимаешь, что вот оно, вот что нужно слушать, не музон врубить, не там успех, до свидания. На них, конечно, завтра. Мне не нравится, конечно, почему-то. Ну, видите, оно с привязанностями не пойдет, если там что-то не хочется принимать. Я просто смотрела на людей, вот девочка нормальная была, теперь она звонит, там видео скидывает, и везде она ходит, просто снимает какую-то природу. Кучно, крично, крично, крично. Нет, 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 вот смотрите, про то, что мы говорим, есть люди, которые определенные, как это, впечатления наложили, да? Мне нормально так это было. Ну да, но точно так же, как я извиняюсь, потому что вот я вижу, я могу сказать, все верующие, люди всех там, ну, к примеру, или там кто в церкви, папа, они все мальчиков, девочек любят, ну там, к примеру, нет, это кто-то на косячь. Противление вообще. Нет, 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 смотрите, я пытаюсь принять, точно так же кто-то один. Спасибо, я не знаю, за практику, за лекцию, за беседу, девочки, всем, всем хорошо. Кто-то один из авторитет, ну, вот, как бы, в уходе, да, накладывает что-то, и мы сразу на всех так думаем. А Кришна это не так? Я не знаю, что это, как вот это. Не, ну они не должны прям все время говорить, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна. Знаете, она только это объясняет, что у нее в голове должно быть всегда только Кришна, только Высшее. Ну, это она так считает. Ну, и многие так думают. Да, но я не знаю, что всех под одну гребенку, вы гребете всех. К примеру, я сейчас спрашиваю, а они что, не все такие? А я не буду говорить, потому что они тоже тогда, получается, под все, ну, какой-то статусу приобрету. Вам просто нужно, ну, тогда не надо слушать. Если есть предубеждение, тогда не надо слушать. Нет, ну, господи, я много любила Кришнаитов, они все так делают. А что это вообще Кришнаитов? Это группа людей, это, ну, большая группа людей, очень большая, они по всему миру есть, последователи Кришны, да? Их много, их много разных, опять, ну, вот, как бы, отчислений. Да, типа йоги, они все любят йогу, как бы. Ну, если я сейчас буду, смотрите, я, вы сейчас, я не пытаюсь там обидеть вас или что-то, но если я вижу, что что-то. Да, то есть, чем больше мы сейчас будем их описывать, тем больше мы будем их пытаться впихнуть. Так же, как понятие йог или йога, чем больше мы будем пытаться каких-то грани найти, чем больше мы будем залуживать это, а это не узкое понятие, это вот такое понятие, точно такое же, как понятие преданный, это вот такое, это не вот такое, это вот такое, это наоборот, это не понимание, ну, как бы, это меняет представление, если ты, ну, истинное понимание, если ты, истинный верующий, который предлагали я приходил мантры пел я ходил потому что мне йога нравится для тела тогда это не йога это тоже йога это просто хатха вам нравится хатха но не йога мне нравится хатха я их все пробовала просто они делают очень сильное тело и потом когда ты занимаешься у тебя начинают меняться мозги но когда я туда чуть-чуть обманулась в преданных то я сразу подумала ну начинаю потому что как будто бы это тоже когда люди во что-то прям так сильно верят но это как бы меня всегда настораживает фанатизм? да в казахстане по крайней мере я тоже фанатик чего? физма я фанатик физма это что-то другое видимо потому что в казахстане вот эти преданные они очень странные ну да я могу сказать что йоги которые вот ну там ну как бы других стилей не буду сейчас конкретно что там нет другого стиля они тоже ни хрена не понимают и долгят свои эти позиции и ломают все спины то есть я могу сказать ну дураки и я говорю вот ребята вот это классная штука она оздоравливает и башки на место вставляет вот но кто-то слушал битлесу а кто еще? а кто еще из йога какой-то аштанга какая там есть аингара да гундалини кто из них поют мантры? все поют мантры? Харе Кришна это зависит да нет это зависит я не знаю мне это интересно а физм что поют Харе Кришна? ну мы поем? мы нет нет вот ответ если бы мы пели мы пели если бы пели я не стал бы скрывать так что мы бы пели я не буду потому что я приверженец этой системы мне нравится взгляд это не просто физическая методология это методология мне сейчас взгляд наверное вот как Христос же есть тоже да вот христиане их же много всяких ну я не знаю там какие они же все есть разные есть ну да вот смотрите вот которые там в платках и там вот эти вот сейчас сейчас то есть вы потенциально сейчас имеете предполагаете что все-таки есть что-то даже в Христиане есть вот такое чистое и сердечное да я не знала что Кришнеиды тоже делятся вот тогда здесь не рубите концы есть люди которые действительно которые вот Харе Кришна Харе Кришна А есть, которые, ну, как бы, они себе уголочно поют, но особо никому нет. Если хочешь петь, пой, не хочешь, не пой. Главное, свои действия, а не тем, кем ты пытаешься казаться. Вот. Ну, так об этом можно сказать в любом религии. Абсолютно, конечно. Не имеет значения, ты христиан, ты баптист, ты... Иисус точно такой же йог в высоком понимании. Точно такие же, и все остальные. Но если мы начнем залуживать йогу, сказать, что дурак, какой йог? Ну, как бы, вот. То есть, чем больше мы пытаемся заколать, тем больше мы залуживаем, и можем сказать, что не, не то. Но йога в широком понимании, это совсем другое. И вот с помощью вот этих практик, да, вот этих кодов математических, в прямом смысле слова, мы пытаемся как раз из вот этих слов раскрыть и увидеть, что такое йога в большом потенциале. Может быть, у меня не получается пока это раскрыть. Ну, вот через такие лекции, да, только вот если 14 человек, сейчас осталось 5. 5. Вот. Ну, сейчас 4 уже, да, уже укоротилось, да. И то кто-то, ну, как бы пытается... Без обид. Кто-то все равно пытаемся что-то. Потому что у нас мозг такой, ему удобно щупать твердые формы. Он не может понять, что вот это все, это то, а вот ему проще вот это пощупать. Но если мы позволим, что что-то есть еще вне, он будет, ну, другим свойством. Но тогда мы боимся потерять себя. Потому что потеряешь себя. Не обреши меня, потому что я, например, была очень против, конечно, и так. Теперь вот я думаю, блин, может они правда есть разные. Так же, как, кстати, все там мамы, там с 5 детьми, с пилички и там, да нет. Ну, как бы, или все мужики-алкаши, и там это, да нет. Ну, вот, это статусы, стереотипы. Вот попробуйте. Ну, нет, если не хочется, не надо. Нет, просто в Алма-Ате, видимо, они другие. Ну, они везде разные. Да, везде есть люди. Хорош, ну, короче, везде разные есть люди. И так вот. Видимо, мне повезло. Вот. Вы не похожи на Кришнаита Алма-Атеинского? А, я, извините, чтобы назвать себя Кришнаитом, это очень высоко. И я, благо, он хоть физом заходит, и я след хотя бы пытается. А назвать себя Кришнаитом, это слишком высоко. Ну, физом просто классно, потому что это реально для тела. Ну, мне кажется, это прям классно, счастливо для людей, потому что люди сейчас, ну, их хотя бы блины на тело, хотя бы... Ну, это да, но если Кришнаитом я не буду говорить или о чем-то еще, потому что я не понимаю ни мысли в этом, ну, мое, как бы, сознание нас не объемляет это, то физом, а я как бы в этом самое начало, и это то, что необходимо. Я просто вижу, я не совсем с вами делюсь, да, но то, что происходит тем, что делятся сотни других-то миров, и что происходит с людьми, это, ну, просто волна как будто вот какого-то нового, не знаю, понимания йоги, нового... Не вот этого сектантского как раз, вот этого вот, это только это, а вот такого вот всеоблемлющего, когда мы разбегаем эти рамки и пытаемся понять, и ни наоборот не закрепостить, если это йога-то это, нет, это разное. Но в то же время, и не все дозволят, где там, утром йога, вечером дорогу, вот, то есть это такое вот... Это было солнце? Да, и если, как бы, попытаться погрузиться, оно наоборот через определенную дисциплину и некое самоограничение, наоборот, поможет расшириться, а не то, что вот если вы сейчас пойдете на йогу, вы должны теперь петь мантры, быть кришнаитом, ну, там, намажаться, еще там, ходить, там, петь, там, глушок ходить... Я на йога всегда отдельно от этого была. А, поэтому люди не ходят, а не потому что думают, что это кришнаит, и поэтому не ходят? А не только кришнаитом, да? Кришнаитом, например, сказали. Оставьте кришнаитом. Я обыдилась. Да, вот тут надо себе прежде всего разрушить, чтобы все качки тупые, к примеру. А вот эти руки, Оша, это кто? Да хрен его знает. Я не знаю, я даже не знаю. Асаду, укроп? Честно, то же самое. Знаете? Да знаю. Я просто даже не хочу в это погружаться. Вот честно, я нашел то, что работает. Если я сейчас пойду налево, помните, мы как вот говорили в процессе, есть фокус. Если сейчас пойдешь налево, потеряешься, просрешь время и силы, и потом вернуться, и огня, и сил не будет. То есть, ну, куда-то вот это, а? Айнгар. Другой стиль йоги. Хатха, другая хатха. Другая хатха-йога, айнгар. Можно туда пойти? Проверьте. Пять лет покатайся, потом вернешься. Айнгар, хатха, кундалини. А вот здесь вот кришна, что ли? Или как это? Нет. Нет, это другая тема, это очень другая, и на запись надо будет. А тебя точно потом найдут. У меня найдут здесь не город, не грозный. Я могу представить вас. А зачем авструктуру? Ну, потому что интересно теперь мне. Я думала, ну, кришнаиты это вот... Да, кому-то нужно вот лесенку. Ну, вот у меня точно так же. То есть, мне надо вот все, что ты рассказал. Вот здесь буддисты, вот здесь мусульмане, вот здесь кришнаиты. Все, я сшила вот так. А зачем? А вот так вообще во всю мозг? Для начала это удобно. Понятно? Да, просто вам это не нужно. А для начала, когда ты начинаешь соприкасаться, для начала хорошо бы понять. Я снял это, когда вот шкаф открываешь, и у тебя там вот так все. Да, да, да. Да, а потом у нас со временем все равно. Нет, после этого будет каша вообще. Да, да, нет, нет, нет. Вот по-разному. Кому-то проще сначала, а кому-то для начала разложить карты, а потом начать действовать и убрать лишнее. Это не хорошо, не плохо, просто разный склад ума. А где это кришнаитство, мне скажите? Вот, не, я сейчас не буду. Не знаю где. Вы подумаете. Я думала, это вот так все отдельно, а теперь непонятно. Да, да. Это точно так же, как сказать. А йога это где? Это вот какая секция йога? Нигде везде. Йога, бокс, гимнастика. А, нет, опять ограничили. Опять ограничили. А я скажу, йога это все то, что вы сейчас перечислили. И в то же время не одно что-то. И не все вместе. То есть это... Ну, плавание, это же не йога. Ага. А вы знаете прикол? Есть в плавине садхана, она в йоге описана. Ну, правда. В плавине садхана, йогская практика. А где просто плава и про йогу вообще знать не знают? Это же другое? Да, а Сидерский, он описал в плавине садхану, ну, хорошо, у него 10 йог. А бокс хорошо. Это не хорошо, это просто самооборона. Нет, а бокс это не йога? Смотря как использовать его. Если мы видим родобоя, ну, нет, ну, как бы, воин может и занимается. Смотря как вы понимаете йогу. Если понятие йогу как самопознание, через бокс тоже можно определенные этапы какого-то ограниченного, ограниченную ступеньку, которая перейдет в новую ступеньку, когда будет уже не бокс, а, к примеру, кунг-фу. Тоже познание, но уже немножко другое, более обширное, да, но ограниченное, но более обширное, чем бокс. Йога это одно, кунг-фу это другое, цигун это другое. Да, но в то же время йога захватывает все вместе. Все это вместе. Вот это прям новость. Я рад, я рад. Я как раз просто об этом писал, что, ну, приходится предать мне ожидание, а потом, ну, извините, я вообще не могу. Ну, ладно, наверное, на сегодня новостей-то хватит. Про песню, что вас не разрушила. Мы сделаем потом, если... Спасибо. Да, спасибо тоже. Продолжение. Как раз уж берем. На четвергах? Ну да, да, все так же. Есть еще какие-то вопросы, предложения Рена? Мне кажется, можно... Все, да. Не, можно, но есть иногда вопросы, которые можно закрыть или наоборот их отмахнуть. То есть, когда я начинал соприкосновение, ну, йога соприкоснулась, да, со мной, не я, а она, скорее, со мной, и учитель, то я такие вопросы задал, потому что я был напоискивать чего-то внутреннее, говорю, а вот надо кольцо носить, а вот это же значит, если я сниму, а вот как это будет? Говорит, слушай, многие вопросы ответят. То есть, когда ты начнешь соприкасаться, значит, начнешь практиковать, голова прочистится, когда ты там писание начнешь читать, многие вопросы вообще будут все равно. То есть, а он как бы есть, не ответил, но в то же время уже не важно. И вот это реально произошло, и многие ответы просто уходят. А мы мучаемся именно ими. А вот я, а вот то-то-то, счастливый, а вот это-это, а вот то-то-то. Когда ты начинаешь, вот как раз спокойствие ума, да, чистота ума, ты понимаешь, что он есть, но он тебя не цепляет за крючок, потому что голова чистая, и не уводит тебя в сторону. А если сейчас вот это кольцо зайти, и там, а вот какие народности, а вот может быть я все-таки вот так-то, а вот как должна подумать, а надо в психологию зайти посмотреть. И вот такую кучу набиралишь себя? Я говорю, что надо, ну как бы, ну ношу и ношу. Ну и же не, конечно, я сегодня снимаю, говорю, ну снимай. Вот и все. Ну мне неудобно, я цепляюсь, я когда подтягивался раньше, мне постоянно затурник мешал, отцарапал, врывалось в кожу, я говорю, сниму. Ну снимай, не с тобой. Это же не главное. Сама. Да, оно мне не сомнется уже вообще, она же бутылку куда-то открыть, но не из пива от этого, от кому-то. Вот, оно изгревает. Вот, да, разница, эти вопросы уходят, и иногда их нужно закрывать, иногда просто вот такое послушать, вот как у Елены, да, случилось, что, блин, я думал вообще все по-другому, и ты начинаешь дальше раскапывать. Я какие-то вещи тоже понять не могу пока, я вот слушаю учителей, учителя, учителя, моего учителя, и вообще у меня мозг говорит, как это, ну как это, проходит время, я думаю, а, наверное, открылось, ну, наверное, вот что-то, ну, как бы, дыхание такого есть, что повеяло, наверное, приоткрыл что-то, а можешь не приоткрыть, может, это очередная иллюзия, которая тоже потерялся и думает, что, о, ты что-то понял, а на самом деле еще глубже заблудился, вот. Обычно, когда ты думаешь, что ты что-то понимаешь, обычно это наоборот, ты в иллюзию еще больше впадаешь, а ты понимаешь, блин, ничего не понятно, вот тогда вот тогда вот это вот какая-то, вот это как раз процесс как-то изменений, когда думаешь, ой, нет, и ты идешь переваривать, вот, поэтому, ну, перегрев такой системы, да, вот люди уходят, им хватит, а кто-то еще. А как можно узнать цель? Они все прописаны у вас. У вас все есть в книжке. И там есть четыре цели. Вот там прямо сказано, слово в слово. Он говорит, я поделил людей на четыре сословия. И каждому определено свое. В общем-то, я как раз делал, вот я все на английском. Мы в детстве чувствуем вот это вот стремление, к примеру, сажать, не пить. Или наоборот командовать, там, ребят, собираешься, ребят, под нами сейчас играют. Лидерские способности. Или лечить. Или там учить, обучить, там, играть. Ну, это вот само происходит. А другие слушают. Не потому, что они поддаются, а потому, что они, ну, вот ведомые какой-то вот этой силой, а ты от себя даешь. И вот это показывает именно, где твоя вот это вот, ну, грубо говоря, сословие. Потом мы оттелем. Но, в общем-то, есть, например, вот опытные, опытные, там, 20-30 лет, 300 астрологи есть. Вот, да, они могут сказать, какой у вас варма, какой у вас сословие, скажем так, да. Каста, каста. И подсказать... Опыт, вы говорили, что будете... Каста. Ну да, но мы ушли и... Вот, ну окей, вот касты, да? Есть 4 касты. И вот мы можем определить, астролог опытный может определить, какая у нас каста. Это есть... Почему астрологи? Это все связано в день, в каком ты был рожден? Да, да. Дата, час, да? Да. Но, когда ты слушаешь, если это нормальный астролог, то ты понимаешь, блин, реально вот оно. Ну, как будто говорит, вот как будто внутри подымает, фух, из пыли сдувает то, что от меня внутри. Просто я не мог это облечь в салаван. А этот человек взял и сказал, что, блин, вот это тот-то сделает. Вот. И нам нужно опять следить за астрологами, наблюдать. Вот кто они, что они, какой они путь, практикуют, не практикуют. Голову прочищают, не прочищают. Какой образ жизни ведут. Если у них учитель, или они курс закончили, думают, что они астрологи. Вот. Вот такой вот. И есть вот эти вот касты. Четыре. Пять. Пять каст. Бук, кстати, пятую касту, на месте. Если кто-то смотрится. Что Брамины это самая высшая каста. Не потому, что она крутейшая. Ну, она и крутейшая, конечно. Не потому, что она хорошая или плохая, а потому, что одиннадцатый класс на одиннадцатый класс, а первый класс на первый класс. И Брамины это учителя, духовные наставники и мудрецы. И им в их ценностях, им все равно там на деньги, им все равно на статус. Там кто-то плохо, кто-то скажет, еще что-то. Они знают, для чего они делают. Они служат высшей цели. И они вот на это все уходят. То есть, смерть мне страшна. Понимаешь, что ну, жил я, ну, умру сейчас, умру через месяц. Окей, давай, руби. Отойду в сторону. Такая легенда, когда Китай, старый император сидит у себя в замке, уже все войско пропалось. И он сидит, не шелохнувшись, и врывается в вражеский принц с кровавольным мечом, взмахивает и говорит, ты знаешь, кто я такой? Я глазом не моргну, разрубая тебя пополам. А тот приоткрыл глаза и говорит, ты знаешь, кто я такой? Я тот, кто не моргнет глазом, разрубаемый пополам. То есть, ему все равно. Вот, это разные совершенно вещи. Вот, и вот брамина им такие, ему все равно. Есть кшатри, как раз этот принц, который кшатри. Он за справедливость, это лидеры, военные начальники, но не те лидеры, которые сейчас деньги, власть, а которые за справедливость. Может быть, в детстве, да, есть которые, вот, разобраться, кто прав, кто виноват. Давайте установим, поговорим, а что сделал ты, что сделал это, ага. И там, помиритесь. Вот он устанавливает справедливость, помогает помирить, помогает проконтролировать, и чтобы система работала. И чтобы бронины и остальные касты делали свое дело и не совались в другие вещи. Потому что, если они будут соваться, система будет наружка, в общем, что мы сейчас и наблюдаем. Вот, это кшатри, воины, полководцы, лидеры, президенты, правители. Вот. Это высшие соскоры, скажем так, их меньшинство. Их меньшинство. Настоящих лидеров, лидеров, военноначальников, действительно, которые людей могут поднять, восстание поднимали, да? Или мудрецов, истинных учтых единицы. И лучше симметричность. Их очень мало, их там, мудрецов, там, 5% от всего населения. Сейчас еще меньше. Кшатри, там, 10 лидеров. И следующее сословие, это, скажем так, средняя школа и младший класс. Опять, неплохое, нехорошее. Это вальши, это торговцы, ремесленники. И люди, которые обрабатывают землю, ухаживают за коровами, ну, за скотом. И обеспечивают высшие сословия. Опять-таки, они неплохие. Если там будет нарушено, то высшие сословия не смогут работать нормально в свою систему. А если высшие сословия не смогут, то те будут страдать. С каждой есть свою роль. Да, но истинную роль. Не ту, которую, там, ты будешь юристом, а которая, вот, астролог был, ребенок, юрист, он говорит, это кшатрий. Его воспитывать военачальником. И он раскрывался, как он, он был счастлив. Тогда люди были счастливы. Они занимались тем, что они должны, потому что были люди, которые наблюдали за этим. Они счастливы родился, я люблю рисовать, а мне юристом отправили. И человек всю жизнь занимается тем, что надо, и под конец смерти он думает, «Ох, хрен, я проснул всю свою жизнь». А мне нравилось картину писать. Я ограничился на морозками на салфетке. Хотя потрясающие были таланты, могли раскрыться. И вот это лайшие, торговцы, ремесленники. И шудры. Это основной рабочий люд, который 90% работает, ну, 80% водители. Рабочие, которые строят, да. И они тоже счастливы. Им нравится это делать. Они понимают, что вот, если они не будут функционировать, остальные люди не смогут расцветать и им приносить пользу, да, чтобы их дети учились и так далее, какие-то знания давали. Вот. И есть еще млечки, это неприкасаемые, это вообще вне каст. Это парикмахер и артист. Кто он? Какой на цену он продлежит? Никто. Он может поехать туда, он может тех развлекать, может этих развлекать. Он нейтральный такой парикмахер. Он и мастер. Но в то же время и никакой недуховный, никакой каст не продлежит. Вот. То есть, это считается, как, не кастовая. Не кастовая каст. Вот. И каждый был, вот это выполнялось, это было предназначение, и каждый был счастлив, и система работала. Но ближе к илиюге, вот как раз наш век, Железный век, эта вся система рухнула. И пошло вот это вот, кровь смешалась. И сейчас, говорится, нет чистокровных кшатриев, нет чистокровных учителей или бронинов, вот, наставников, да. И все это смешано. И те люди, которые как раз кричат, что, я, ребята, может год назад расставлял группу, где там, духовное наставничество, там, стать духовным проводником. Это вот пути млечки и вайши, которые хотят продать, которые хотят захапать, заработать на этом. Духовный наставник мне скажет. Он будет делать свое дело, и люди будут сами приходить к нему. И будут говорить, дай совет, пожалуйста. И все, никакой там особой рекламы не будет. Ты придешь в карте махарадж. Частейший просто человек. Ты смотришь, никакой популярности, никакой инстаграм человек не ведет. Но ты слушаешь, что он говорит, и твоя жизнь меняется. И ты просто понимаешь, что вот, что я хочу слушать. Вот, что мне нужно слушать. И никакие рекламы, никакой. Просто он уже десятки лет ведет свой YouTube-канал, туда пластами записывает видео каждую неделю, и в Телеграме, и все. И продает за 100 рублей книжки. И все. Ну, он как бы, у него все есть, все нормально. Вот. По себе стоимость из чистого книжки продает, и все. А в интернете их бесплатно можно, на их же сайте скачать можно. То есть, там вообще человек, он просто служит, он просто распространяет это. Вот. Он не популярный никакой, и он не кричит. А есть кто, говорит, вот, приходите. Это люди, которые пытаются заработать. А заработать кто хочет? Платч. Который продавец, который вот, хоть у кого главные деньги. Это нехорошо, а не плохо. Это просто человек такой ценности. У него свои ценности. Вот. А ты знаешь? Знаю, да. Ты сам узнал? Нет, я, наверное, человек 6, астролог. И это только астролог может придать? Ну, астролог. Ну, потенциально астролог, название не важно. Есть, например, матрица, к примеру. Да, вот я делал матрицу. Она тебе скажет то же самое, просто она не скажет кшатри. Там нет понятия кшатри. Но они скажут, что у тебя лидерские способности. Да. Или скажут, ты должен. Другими словами. Да, да, да. У тебя потенциал вести людей, к примеру. У тебя потенциал передавать знания. Ну, окей. А в астрологии, так сказать, кшатри, кшатри лидер. Вот точно так же и все. И просто вот этот статус, я лидер. Вот. Круто. И все же хотят быть там. Учителем или лидером, никто не хочет быть. Ну, там, млечкой, да, работать. Но бывает вот как раз вот эти вот бромины, да, как учителем, говорит, Вася бромин, который думает, что он бромин. И, в общем-то, у него в карте есть. Но он бухает. И говорит, я бромин. Вот в такой вот он сидит. Я бромин. За собой не следит, не практик. Ну, как бы это тоже не показатель. Но он просто вот узнал, у меня есть способности. Я читаю судьбы. Но это надо раскрывать. Это потенциал. Да, есть зернышко вот этого потенциала, которое нужно из вот этого вороха, мусора, что у нас в нашей дне накапливается, разгребать и поднимать, и развивать, раскачивать, учиться и так далее. А он просто там, о, курс прошел, я бромин. И начинает вещать. Вот. Такое дело. Спасибо. Класс. Я бы хотела, чтобы так было хотя бы раз в пару месяцев. Я, знаете как, есть много. У каждого мозг и восприятие по-разному работают. У меня работает так. У меня. Я очень не люблю чего-то насильно в себя напихивать. Вот. Я живу с таким девизом. Всему свое время. Я четко хочу. Я очень чувствую себя. Очень чувствую себя. И все, что хорошо, я за это цепляюсь. Вот йога пришла в мою жизнь. Я в нее уцепилась. Есть. Я сейчас начинаю супер не спеша, мега удовольствие по чуть-чуть вот так это раскручивать. И я скажу, что я сейчас слушаю вас. И мне очень много, не то, что непонятно, потому что я очень много читаю. И всю жизнь я читала. Я понимаю, что ты, а вот здесь не понимаю. Ну, то есть я... Наверное, здесь вы здесь понимаете, а вот здесь, внутри еще не проявляю. И это очень интересный прогресс, когда вот в следующий раз, встретившись на такую встречу, я не знаю, как часто делать, я уже через три месяца, да, я уже подтяну еще что-то в голову. И как вот эта информация будет у меня ложиться. Ну, а вам спасибо. Да, ладно. Спасибо, что слушаете. Слушаю. Слушаю речи. Ну, да. Нет, не, не слушаю. Ну, это, по-моему, такое разбивание. Ну, просто, чем больше разговариваешь, тем больше как будто вопрос в голове. Ну, да. И оно, оно в таком, знаешь, как есть сумасшедшем... Я всю жизнь ела очень много сладкого. Это моя единственная проблема была. Но много сладкого, вы даже не представляете, как много. Я как ребенок могла неделю быть просто на сладком. И я настолько свыклась с этим, что я думала, что все ощущают точно так же голод, как я. То есть у меня из-за того, что сахар резко повышался, да, вот эта инсульмидеза фигачила так, что меня аж трясло. Я останавливалась, шла куда-то, в какой поела. И что я хочу сказать. Это я так далеко в такой привычке. Что я несколько месяцев не ем сладкого, я пришла в норму. И за свои 34 года я только сейчас ощутила приятное чувство голода. Приятное чувство голода. Да, да. Ну, то есть, смотри, у меня нет сейчас такого, я просто хочу есть, и я это воспринимаю спокойно. Потому что скачка сахара нет. И ум спокойный. Потому что сахар годит. Да. Поймай и сожжай. А я что хочу сказать. Вот пришла йога, и оно вообще, все, что хорошее, это знаешь, это как хороший друг. Вот есть у меня там друг. Подарил лодку. И там оно одно за одно цепляет. Или там, а пришла у меня в жизни йога, я еще миллион один вопрос вообще не... Но я чувствую, что это хорошо. Бац, я нахожу хорошего тренера, я начинаю знакомиться с людьми, появляются, подтягиваются вопросы. Это ж, можно сказать, Оля, это совпадение. Я скажу, у меня 34 года, я столько фигачьего сладкого, а тут бац, мои друзья до сих пор не верят. Но вот оно пришло. Плюс ко всему, я, ну вот что там происходит, просто не могу объяснить это. И вот то, что я сегодня слушаю, то, что ты говоришь, оно так, как далеко эхо отзывается. И мне очень интересно, как я буду в процессе развиваться, как у меня здесь. Но мне это состояние однозначно, ну, на взрослыхе. Да. Класс. Супер, спасибо. О, записывает. Час полтора.